Идёт погрузка для подразделения ЗЭТ. Таких адресных боевых точек в очередной командировке волонтёрских проектов «Мы за победу» и «Добро-69» довольно много. Вот лежат названия подразделения, например, «Восток». Оно у нас зашифровано по нашему внутреннему реестру, чтобы ребят не подставили. На нём лежит список, полностью отработанный, вот этот груз на одно подразделение. Таких здесь подразделений не сосчитать много, где-то порядка 12 или 13. Вот всё здесь. Также вот там приют для домашних брошенных животных, там есть женщина, которая организовала приют, занимается мы тоже. Много неравнодушных, кто хочет помочь домашним животным. С этим ребятам мы недавно, повезём им только второй раз серьёзное подразделение. Здесь мы введём антидронное ружьё, рации, кашенкамеры, ректофоны, баллистические шлемы, бронежилеты, генераторы. Руководитель Тверского волонтёрского проекта «Мы за победу» Владимир Ивков включился в работу помощи фронту с первых дней специальной военной операции. Я служил в вооружённых силах во многих родах войск, и, соответственно, я знаком с работой многих спецподразделений. Соответственно, сам Бог велел помогать своим. Тем более Тверское оригинальное отделение «Союз десантников» с первого дня начала СОО мы уже помогали ребятам, отгружали первую помощь нашим спецподразделениям с первых же дней. Волонтёрские группы «Мы за победу» и «Добро-69» работают как объединённая команда. Да, наши ребята готовы безвозмездно помогать победе. Здесь в основном молодёжь. Ребята от 16 лет до 30 – это основной волонтёрский штаб. Ну и также есть и ребята 40 лет, 50, 60. Многие ребята, которые с СОО приезжают, также приходят сюда помочь на складе. Мы им там помогли, они сюда приходят помогать. Фронт нуждается во многом. И потому сюда, в складское помещение на Дарвина-8, люди приносят всё, что могут. А главное то, что необходимо нашим ребятам для эффективного ведения боя. Люди приносят всё. То есть приходит запрос от подразделения, мы составляем списки и начинаем их отрабатывать. Срок у нас, как правило, три недели. Затем нужно ехать в очередную командировку. Мы обеспечиваем порядка 60 подразделений. Это у нас антидроновое ружьё. Оно работает на 6 дипозонов. С помощью этого ружья можно спокойно подавить и посадить ряд коптеров и дронов. Уже отвезли туда порядка 10-12 таких ружей. Ну и, конечно, прицелы. Тепловизионные монокуляры и тепловизионный прицел. Это очень востребует. Особенно с последних поколений. Это с лазерным дальномером. Хорошо работает техника. Предприниматели помогают очень много, очень сильно. Только в списках видят какие-то дорогостоящие позиции. Тут же подключаются. Это и резина на автотранспорт. Это автозапчасти. Ну, много всего, много помогают. Обычные граждане наши, патриоты страны, они приносят всё. Они приносят, делятся, они закупают, видят в списках тушёнка, сгущёнка. Они приносят всё. Они молодцы. Тверь, конечно, даёт. Каждый день сюда приходят люди. Приезжают для разгрузки машины от тверских организаций и предприятий. Наблюдаем за разгрузкой гуманитарной помощи от управления налоговой службы. Всё по списку. По списку. Всё по списку мы приобретаем. И запчасти, и бензоинструменты, и электроинструменты, и кабеля, и провода. Ну, то, что необходимо. Прежде всего, самим ребятам, которые просят, что им нужно. Управление налоговой службы – одни из лучших наших помощников. В последнее время ещё «Росавтодор». Вот для янычара полностью броня – это «Росавтодор». Весь коллектив сбросился, сколько там есть людей. Скинулись. Повезли 500 тысяч, и мы на них купили броню. Ежедневно на специальный счёт волонтёрских организаций приходят пожертвования для фронта. На счету каждый рубль. За каждую копейку – подробный отчёт. Подразделение у Кавказа очень помогла чеченская диаспора. Подготовка к 19-й по счёту командировки подходит к концу. Строго учитывается всё, о чём просили наши бойцы – погрузка и в дорогу. Мы идём двумя группами, в один и тот же день, как правило, выходим, идём по двум маршрутам, и за один раз обеспечиваем от 10 до 13-14 подразделений. Тверских подразделений очень много. То есть все, которые подразделения у нас в Твери есть, крупные, мы их обеспечиваем все. В каждой командировке волонтёров сопровождает «Талисман». Да, это «Отважный заяц», это «Талисман» команды «Мы за победу». Он всегда с нами в командировках ездит. Ребята его там очень ценят, любят. В каждую командировку он с нами, да. Зоя, его подруга, она нас, его всегда тоже ждёт дома. Здесь, на Дарвина-8, ждут вашей помощи фронту. Пожертвования принимаются с 10 до 18 часов. Мы гордимся теми, кто воюет в эти дни за нашу победу. Мы благодарны всем, кто эту победу отстаивает здесь, в мирной Твери. В этом наша сила. Победа будет за нами в любом случае.